Всем привет! С вами Ольга Чернова. Сегодня 13 января. Продолжаю свою огородную азбуку. Вот только что я рассказывала вам о сортах для длительного хранения. Рассказывала, как я храню, что у меня до января долежали, какие сорта удобно. Но сейчас я буду говорить совсем о других сортах. То мы говорили о мелких грушках, сосульках, шариках. Сейчас я буду говорить о томатах-гигантах. Потому что я упустила, я все рассказываю о неприхотливых, для засолки, о ранних, о суперранних. И у некоторых может сложиться впечатление, что сорта сибирской серии, но не только сибирской серии, а те, которые у нас в Сибири растут, что они обязательно должны быть какие-то низкорослые, какие-то неприхотливые, какие-то меленькие. Но это далеко не так. У нас наши сибирские селекционеры нас радуют. И вот на сегодняшний день очень-очень много есть сортов гигантов, томатов-гигантов, которые вызревают у нас не в теплице, а в открытом грунте. Так что если даже вы не имеете теплицы, но если вы проживаете в холодном регионе, вы можете вырастить сибирский сорт томата с огромным плодом. И он будет мясистый, вкусный, сладкий. И вызреет он на улице. Вот в таких непростых условиях, как у нас. Я сейчас, я отобрала несколько. У меня вообще в моем каталоге очень много таких томатов. Но я еще все прибавляю и прибавляю и прибавляю. Как только какая-то новинка появится, я сразу же начинаю ее пробовать у себя на участке. Я сейчас расскажу сначала о тех, которые уже есть у меня. Вот смотрите, у меня под номером 51 гордость Сибири. Выращиваю только на улице. Полтора метра высота до 900 грамм вырастает плод. Он успевает и сформироваться, и созреть. В прошлом году есть видеообзор летний, только в открытом грунте. Потом золотые купола под номером 54 у меня в каталоге. Это сорт всем известный, он уже такой прославленный, желтый, немножко как, ну если он вызреет, немножко как-то с золотинкой даже на конце. Очень сладкий, очень красивый томат. Он тоже под 800 грамм вырастает. Ну, сказочный томат. Вызревает на улице, несмотря на то, что он вот такой вот желтый, казалось бы, неженка, все, нет. Потом сибирское яблоко под номером 55, тоже метр 80, 300, 250, 300 грамм. Ну, 300 грамм это уже считается крупноплодный томат с таким жемчужным отливом, тоже только на улице. Вот те томаты, которые имеют, могут, имеют возможность вызреть в открытом грунте, я их никогда не высаживаю в теплицу, очень редко. Раз они умеют расти на улице, специально сибирские сорта, специально для холодного региона, они у меня там и растут. Потом, очень красивый сорт Кенигсберг. Нынче я показывала Кенигсберг золотой, есть Кенигсберг красный, вытянутые плоды. Они не очень гигантские, они 300 граммовые, но они очень красивые и много их, метр 80. Но если низкий, вот сердцевидный сорт 50 сантиметров, у меня под номером 46. Он сам 50 сантиметров, плоды до 500 граммов. Это идеальный сорт для открытого грунта, он невысокий, он простой в уходе, такой же, как бирцкий крупный. Он тоже выше метра не вырастает, но плоды 600 граммовые, такие большие. Есть тоже видеообзор летний. Потом, очень красивый рубиновый кубок. Рубиновый кубок, они такие кубковидные, красные. Вырастает до 300-350 граммов. Очень красивый. Ну и, конечно, ботяня. Ботяня у нас двухметровый сант и плоды 600-800 грамм сердцевидные. Вот это идеальный сорт для тех, кто любит индотерминатные, в теплицах, высокорослые. Тоже сибирский сорт, но, несмотря на это, он и на улице вызревает, он и в теплице вызревает. Он не очень, как, не такой, как вот южные сорта. Он в любых условиях у вас все равно вызреет. Ну и, конечно, любимый праздник. Под номером 56. Люблю очень этот сорт. Он невысокий. Он детерминатный. Но метр двадцать выращиваю и в теплице, и на улице. Король-гигант. Тяжеловес Сибири. Вот все эти сорта я выращивала. Сейчас назову те, которые... А, еще русский богатырь в теплице тоже видели. Вот, тяжеловес Сибири. Сейчас покажу, которые не выращивала. Вот купила клубничный десерт. Это новое. Купила сибирские шанги. Тоже огромные. 800-граммовые плоды. Нынче постараюсь все вам показать. Медовый спас. Медово-сахарный. Хурма есть выращивала. Малиновый гигант у меня тоже есть выращивала. Купила вот сахарный гигант до одного килограмма весом. Сибирские лапти. Тоже очень крупноплодный. Купила первый раз матрешу. Потом вот черный принц. Загадка природа. Чудо. С земли. Малиновый слон. Исполин малиновый. Вот это все томаты. Ну вот это тут половина сибирский сад. Есть еще какие-то. Когда меня спрашивают, какой фирмы вы покупаете и высаживаете семена. Когда мне нужно купить для разведения сорта, мне все равно какая фирма. Я даже не смотрю. Тут есть вот. И даже у меня есть уральский дачник вот здесь. И есть покупаю иногда в белых пакетах. И золотая сотка Алтая. Потом есть там Калугин. Частный предприниматель фасует семена. Мне все равно. Мне главное прочитать в описаниях тех характеристики, которые я хочу увидеть. Вот я хочу например, чтобы побольше крупноплодных у меня было. Я беру любой фирмы одну пачку. Вырастив один раз, на следующий год я получаю уже свои семена крупные, здоровые, которые мне знакомы, которые знаю в каких условиях они выращивались. Вот это томаты гиганты. Гиганты не по росту, а именно по весу, по размеру плода. Так что в Сибири можно вырастить не только маленькие, меленькие, такие неприхотливенькие. Есть и вполне нормальные, вот такие гиганты действительно, которые радуют глаз и вкус. Хочу очень вот сибирские шанги и сибирские лапти попробовать. Летом посмотрите, все в реальном огороде. Надеюсь, что какие-то из этих сортов останутся у меня навсегда в моей коллекции. Люблю экспериментировать и пробовать. Вот сегодня рассказала вам про сорта для длительного хранения, про сорта для консервирования, про сорта крупноплодные. Сейчас еще расскажу, какие сорта выбрать для выращивания рассады на продажу. И будем понемножку готовиться к новой посевной 2019. До свидания. Желаю всем успешного сезона.